Самый главный рождественский подарок и даже сюрприз для семьи Шейных – маленький Ванечка. По расчетам врачей, малыш должен был появиться 19 января на крещение, но Ваня поспешил порадовать родителей к Рождеству. Знакомые из семьи уже оборвали телефоны. Говорят, это событие знаковое. Никто не ожидал, что ребенок родится в такой прекрасный праздник. И все говорят, что он поцелованный Богом. Мы его увидели и решили, что будет Ванечка. Он тоже, видимо, пытается что-то прокомментировать. В первый день Нового года в больнице Середавина появились на свет 7 малышей, в Рождество – 8. Всего же за праздники врачи больницы принимали роды 62 раза, а вот детей оказалось на одного больше. 6 января появились первые близняшки этого года. С полом первого малыша, родившегося под бой курантов, народные поверья связывали и прогнозы на наступивший год. Если первым окажется мальчик, хлопец, год может быть хлопотным. А вот прекрасный пол сулил спокойный год и мирную обстановку. Добрый знак – высокостный год. Первый ребенок в Самаре – девочка. Причем родилась она утром 1 января. Новогоднюю ночь провели спокойно, делятся врачи. Хотя первого числа все роды были экстренными. Для родильного дома праздников, в общем-то, не существует. Потому что это экстренная служба, это идет постоянная работа, и она более ответственная, чем в будние дни. Мы старались выписывать рано, чтобы дома, в домашних условиях, все в праздник побыли все вместе. Рождаемость в Самарской области растет. В предыдущие два года количество малышей превышало 40 тысяч. И 2016-й не отстает. За 10 праздничных дней в регионе родились около 800 детей. Марина Кравцова, Артем Сулайманов. События. Малыш, мы теперь знаменитые с тобой.